Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Отдел 3. Закон тенденции нормы прибыли к понижению. И глава 13. Закон как таковой. Мы переходим к рассмотрению 3 отдела. Соответственно, до 3 отдела были 2. Первые 2. И в этих первых 2 отделах мы вместе с Марсом рассмотрели процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль, прибыли в среднюю прибыль и, соответственно, превращению стоимости товаров в цену производства, которая складывается из издержек производства и средней прибыли. И получается, что у капиталистов замечательная экономика. Она им предоставляет на равные великие капиталы равную прибыль. Неважно, что производить, как там, на равный капитал, я получаю такой же прибыль, как и мой сосед, у которого такой же капитал. Но на этом не заканчивается превращение или излоключение капитализма. Цель-то капитализма какая? Побольше зарабатывать. Побольше, нет, зарабатывать это рабочие зарабатывают, там не получится, а побольше извлекать прибыль, получать прибыль. Ну или прибавочной стоимости, которая лежит в основе прибыли. И вдруг выясняется, что в ходе развития капитализма, больших, колоссальных усилий капиталистов ее получить, ее увеличить, идет тенденция к снижению нормы прибыли. Ну а нормы прибыли характеризуют что? Прибыль к капиталу, прибыльность к капиталу. Вот такие вот препятствия возникают на пути капиталиста. Тяжело быть и Марс рассматривает в этой главе закон тенденции нормы прибыли к понижению. Обращаю внимание, во-первых, закон. Ну уж вспомнишь, что такое закон. Спокойное явление, совершенно верно. Вот изъявления такие бурные, вверх, вниз идут эти показатели, экономические прибыли. А вот закон спокойное явление. И вот это спокойное явление – понижение нормы прибыли. Но не просто закон, а именно тенденции нормы прибыли. То есть, когда мы говорим о тенденции, то есть, есть такой закон спокойный, а есть противодействующие факторы. И все берется в единстве. То есть, Маркс рассматривает сначала спокойные явления, затем факторы, которые противодействуют этому закону, и затем рассматривает их в единстве. И, соответственно, глава 13, которую вы назвали, так и называется. Это закон как таковой. То есть, закон в чистом виде. То есть, мы сейчас… Без противодействующих факторов. Понятно. С сути начнем. При неизменяющейся степени эксплуатации труда, одна и та же норма прибавочной стоимости выражалась бы в понижающейся норме прибыли. Потому что вместе с материальным объемом постоянного капитала возрастает, хотя и не в той же пропорции, и величина стоимости постоянного, а, следовательно, и всего капитала. Постепенное возрастание постоянного капитала по сравнению с переменным необходимо должно иметь своим результатом постепенное понижение общей нормы прибыли при неизменяющейся норме прибавочной стоимости или при неизменяющейся степени эксплуатации труда капиталом. Но законом капиталистического способа производства оказалось, что с его развитием совершается относительное уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным капиталом и, следовательно, по сравнению со всем приводимым в движение капиталом. Это является также только иным выражением прогрессирующего развития общественной производительной силы труда, которое сказывается именно в том, что посредством возрастающего применения машин и вообще основного капитала при том же числе рабочих в такое же время, то есть с меньшим трудом, превращается в продукты большее количество сырья и вспомогательных материалов. Вместе с прогрессирующим относительным уменьшением переменного капитала по сравнению с постоянным создает все более высокое органическое строение всего капитала, Непосредственным результатом чего является то, что при неизменяющейся и даже при повышающейся степени эксплуатации труда норма прибавочной стоимости выражается в постоянно понижающейся общей норме прибыли. Следовательно, возрастающая тенденция общей нормы прибыли к понижению есть только выражение прогрессирующего развития общественной производительной силы труда, выражение свойственное капиталистическому способу производства. Да. Вот остановимся на этом моменте. Значит, капиталист стремится к максимальному увеличению своей прибыли. Да. Выражение. Ну, а прибыль за прибыль... А прибыль не получается? Да, а почему не получается? Нет, получается. Вот, чтобы вот эту максимальную прибыль, ну, соответственно, прибавочную стоимость выжать, положить себе в карман, он что должен делать? Ну, по-просто, он крутится, да? А крутится это что? Ну, не только обманывать. Он должен повышать производительность труда, наверное, какие-то новшества в организации труда, новую технику, и он это делает. То есть, он стремится увеличить прибыль. И для этого он вводит технические совершенствования, которые приводят к тому, что изменяется органическое строение капитала. То есть, отношение постоянной части капитала, переменной, прочее говоря, на каждого рабочего приходится все больше и больше средств производства. Ну, мы приводили эти примеры. 200 лет назад у горняка, у гликопа что было? Кирка. Ну, скажем, 100 лет назад уже отбойный молоток, а сейчас? Комбайн. Комбайн. Это объективная тенденция, как говорится, не зависящая от воли и сознания. Да. Мудиво ценит. И вот, а посмотрим. А норма прибыли, она как измеряется? Вспомним начало третьего тома капитала. Норма прибавочной стоимости – это отношение М к В, то есть прибавочной стоимости только к переменному капиталу. А нормы прибыли в знаменателе уже не только В, и С, постоянно С плюс В. С, получается, растет. Растет быстрее. Да, и норма прибыли получается. А поскольку С растет быстрее, причем в значительных размерах, то даже при повышении нормы прибавочной стоимости М к В, в одной ситуации она такая типичная, что норма прибыли будет понижаться. То есть, вот и Марс говорит о том, что вот капиталист, мы не будем брать тех капиталистов, которые обманывают друг друга, цены, честных брать, которые стремятся за счет улучшения. Улучшение, скажем, применение научных, достижение научно-технического прогресса, улучшение организации производства, повышение производительности труда получает прибыль. Вот он как рыба облюблется, и к чему это приводит? К снижению нормы прибыли. Противоположному факту. Бедные, несчастные, ужас. Так как масса применяемого живого труда постоянно уменьшается по сравнению с массой приводимого им в движение овеществленного труда, с массой производительно потребляемых средств производства, то отношение той части этого живого труда, которая не оплачена и овеществлена в прибавочной стоимости, к стоимостной величине всего вложенного капитала должна постоянно уменьшаться. Но это отношение массы прибавочной стоимости к стоимости всего вложенного капитала образует норму прибыли, которая поэтому должна постоянно падать. Прибыль, о которой мы говорим здесь, есть только другое название самой прибавочной стоимости, которая представлена лишь в отношении ко всему капиталу, а не только к одному переменному капиталу, из которого она возникает. Следовательно, понижение нормы прибыли выражает убывающее отношение самой прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу, и потому оно независимо от какого бы то ни было распределения этой прибавочной стоимости между различными категориями. Закон понижения нормы прибыли, причем в понижающейся норме прибыли, получает выражение та же самая или даже возрастающая норма прибавочной стоимости, иными словами, означает следующее. Если взять какое-нибудь определенное количество среднего общественного капитала, например, капитал в сотню, то часть его, заключающаяся в средствах труда, все возрастает, а часть, заключающаяся в живом труде, все уменьшается. Следовательно, так как совокупная масса живого труда, присоединяемого к средствам производства, относительно уменьшается по сравнению со стоимостью этих средств производства, то относительно уменьшается по сравнению со стоимостью всего авансированного капитала и неоплаченный труд, и та часть стоимости, в которую он выражается. Или из всего затрачиваемого капитала в живой труд превращается все меньшая часть, а поэтому весь этот капитал всасывает по сравнению со своей величиной все меньше прибавочного труда, хотя одновременно с этим может возрастать отношение неоплаченной части применяемого труда к его оплаченной части. Относительно уменьшения переменного капитала и увеличения постоянного при абсолютном возрастании обеих этих частей есть, как мы сказали, только другое выражение возрастающей производительности труда. Далее, число рабочих, занятых капиталом, то есть абсолютная масса труда, приводимого им в движении, следовательно, абсолютная масса высасываемого им прибавочного труда, а потому и масса производимой им прибавочной стоимости, а значит и абсолютная масса производимой им прибыли может возрастать и возрастать прогрессивно, несмотря на прогрессивное падение нормы прибыли. Это не только возможно, на основе капиталистического производства так и должно быть, если оставить в стороне приходящие колебания. Процесс капиталистического производства по существу есть в то же время и процесс накопления. Мы показали, как с развитием капиталистического производства масса стоимости, которая должна быть просто воспроизведена, сохранена, увеличивается и возрастает вместе с повышением производительности труда, если даже применяемая рабочая сила остается неизменной. Поэтому из природы капиталистического процесса накопления, который составляет лишь момент в капиталистическом процессе производства, само собой следует, что возросшая масса средств производства, предназначенных к превращению в капитал, всегда находит в наличии, соответственно, увеличившееся и даже избыточное рабочее население, пригодное для эксплуатации. Следовательно, с развитием процесса производства и накопления необходимо должна возрастать масса прибавочного труда, который можно присваивать и который действительно присваивается, а потому должна возрастать и абсолютная масса прибыли, присваиваемой общественным капиталом. Но те же законы производства и накопления вместе с увеличением массы постоянного капитала обуславливают возрастающей прогрессией, увеличение его стоимости более быстрое, чем увеличение стоимости переменной части капитала, обмениваемой на живой труд. Таким образом, в силу одних и тех же законов абсолютная масса прибыли на общественный капитал возрастает, а норма прибыли понижается. Вот может возникнуть очень простой вопрос у наших слушателей. Ну да, объективная тенденция роста органического строения капитала, который является иным выражением тенденции роста производительности труда. Да. Вот она приводит к чему, если взять закон как таковой? К снижению средней нормы прибыли, а из этого может что вытекать? Что капиталисты будут получать с каждым годом все меньше и меньше и меньше прибыли. Но это же не происходит. Наоборот, если посмотреть статистику, прибыли растут во всем мире и у наших капиталистов. Вот Маркс второй фактор смотрит. Есть еще понятие накопления капитала. Да. То есть внутри строение капитала изменяется, там увеличивается постоянная часть, уменьшается переменная. Но идет же процесс накопления капитала, который является моментом капиталистического воспроизводства. И это приводит к увеличению как бы всасываемого прибавочного труда и к увеличению общей массы прибавочной стоимости и прибыли, который дальше уже по известным законам распределяется между капиталистами. Можно это сравнить? Я понимаю, хотя это не совсем производственная сфера, но просто для понимания с таким примером. Допустим, я купил однокомнатную квартиру за миллион рублей и сдаю ее за 250 тысяч рублей в год. А потом я вот так вот ее сдавал, 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 подкопил денег, продал, купил двухкомнатную квартиру за полтора миллиона и сдаю ее за 300 тысяч, допустим, в год. И вот получается, что норма прибыли-то у меня упала, но с одной стороны, в абсолютном исчислении я зарабатываю больше, а с другой стороны, вот из области накопления и стоимость самой квартиры из года в год растет. Ну, стоимость квартиры – это другой вопрос. А вы правильно сказали, что как бы образный пример, что капитал увеличивается. Размеры стоимости квартиры. Даже при уменьшении относительно размеров стоимости квартиры вот этого стоимости аренды, все равно ее масса увеличивается. Да, можно привести такой пример. Отлично. Возрастающая концентрация капиталов, в скобках, сопровождаемая в то же время, хотя и в меньшей степени увеличением числа капиталистов, является и одним из материальных условий капиталистического производства и накопления, и одним из создаваемых им самим результатов. Рука об руку и во взаимодействии с этим совершается прогрессирующая экспроприация более или менее непосредственных производителей. Таким образом, в отношении отдельных капиталистов понятно, что они командуют все большими рабочими армией, как бы относительно не уменьшался их переменный капитал по сравнению с постоянным, что масса, присваиваемая ими прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, возрастает одновременно с понижением нормы прибыли, несмотря на такое понижение. Именно те самые причины, в силу которых происходит концентрация массы рабочих армий под командой отдельных капиталистов, приводят также и к увеличению массы применяемого основного капитала, сырья и вспомогательных материалов, относительно более быстрому и значительному, чем увеличение массы применяемого живого труда. Далее, нам достаточно здесь просто упомянуть, что при данной численности рабочего населения, если норма прибавочной стоимости возрастает, вследствие удлинения рабочего дня или интенсификации труда рабочего, или же вследствие понижения заработной платы в стоимостном выражении, являющегося результатом развития производительной силы труда, масса прибавочной стоимости, а потом и абсолютная масса прибыли, должна возрасти, несмотря на относительное уменьшение переменного капитала по сравнению с постоянным. То же самое развитие производительной силы общественного труда, те же самые законы, которые выражаются в относительном уменьшении переменного капитала по сравнению со всем капиталом, в ускоряющемся вместе с тем накоплении, между тем, как с другой стороны накопление, оказывая обратное действие, становится исходным пунктом дальнейшего развития производительной силы и дальнейшего относительного уменьшения переменного капитала. Это же самое развитие, если оставить в стороне временные колебания, выражается в прогрессивном увеличении всей применяемой рабочей силы во все усиливающемся возрастании абсолютной массы прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли. В какой же форме должен выражаться этот двойственный закон? Маркс вспоминает прибавочную стоимость, норму прибавочной стоимости и факторы, которые влияют на увеличение. Прибыль – это что у нас? Это превращенный в форму прибавочной стоимости. То есть, в основе самой глубокой сути прибыли сидит прибавочная стоимость. Соответственно, при прочих равных условиях, все факторы, которые влияют на увеличение прибавочной стоимости, они приводят к увеличению прибыли капиталиста. И три основных. Первое – увеличение рабочего дня. Второе – увеличение интенсивности труда. Так? И третье – что там Маркс пишет? Менше платить. Ничего не заработная плата. Совершенно верно. Поэтому любой капиталист, даже не читающий капитала Маркса… Он знает, даже неграмотный, который не умеет подписывать, ставить свою подпись, но он знает, что если он заставит работать своих рабочих больше, он получит больше прибыли. Если он заставит их более интенсивно трудиться, не так вот там что-то делать, а вот так вот какую-то операцию делать, прибыли будет больше. Если он отнимет у них часть заработной платы, соответственно, у него больше будет прибыль. Да, поэтому постоянно пытаются увеличить по тем или иным соусам продолжительность дня. Рабочий день, да. Постоянно требуют дисциплины и интенсивности труда. И постоянно придумывают, за что штрафовать. Да, совершенно верно. Да, то есть, в общем-то, известно. В той же мере, в какой развивается капиталистическое производство, развивается также возможность появления относительно избыточного рабочего населения. Не потому, что производительная сила общественного труда уменьшается, а потому, что она увеличивается. То есть, не вследствие абсолютного несоответствия между трудом и средствами существования или средствами для производства этих средств существования, а вследствие несоответствия вытекающего из капиталистической эксплуатации труда, несоответствия между прогрессивным возрастанием капитала и его относительно уменьшающейся потребностью в возрастании населения. Итак, одно и то же развитие общественной производительной силы труда выражается с прогрессом капиталистического способа производства. С одной стороны, в тенденции к прогрессирующему понижению нормы прибыли, а с другой стороны, в постоянном возрастании абсолютной массы присваиваемой прибавочной стоимости или прибыли. Так что в общем относительному уменьшению переменного капитала и прибыли соответствует абсолютному увеличению их обоих. И этот двусторонний результат может выразиться лишь в том, что весь капитал возрастает в более быстрой прогрессии, чем та, в которой понижается норма прибыли. Для того, чтобы при более высоком строении капитала или при относительно более сильном увеличении постоянного капитала можно было применить абсолютно возросший переменный капитал, весь капитал должен возрасти не только в соответствии с более высоким строением, но и еще быстрее. Из этого следует, что по мере развития капиталистического способа производства требуется все большее количество капитала для того, чтобы применять ту же самую рабочую силу и тем более для того, чтобы применять увеличивающуюся рабочую силу. Итак, на капиталистическом базисе повышающаяся производительная сила труда необходимо создает постоянное явное перенаселение рабочих. Если переменный капитал составляет только одну шестую всего капитала вместо прежней одной второй, то для того, чтобы дать занятие прежней рабочей силе, весь капитал должен утроиться, а для того, чтобы дать занятие вдвое больше рабочей силы, он должен возрасти в шесть раз. Вот и выход для капиталистов. Казалось бы, безвыходное положение. Старается, что-то там внедряет, а норма прибыли понижается. Нет, все это компенсируется ростом массы прибыли. Поэтому так и идет мощная индустриализация при капитализме. Закон, согласно которому понижение нормы прибыли, вызываемое развитием производительной силы, сопровождается увеличением массы прибыли, этот закон выражается и в том, что падение цен товаров, производимых капиталом, сопровождается относительным увеличением массы прибыли, заключающейся в них и реализуемой посредством их продажи. Цена отдельных товаров, из суммы которых состоит совокупный продукт капитала, падает. Означает только то, что данное количество труда реализуется в большей массе товаров. Следовательно, что каждая штука товара содержит меньше труда, чем прежде. Это имеет место даже в том случае, если повышается цена некоторой части постоянного капитала, сырья и прочее. Вспомним первый том капитала. Да. Самое начало. Понятие производительности труда и как рост производительности труда влияет на величину стоимости товара. То есть, рост производительности труда ведет к снижению стоимости одной единицы товара. То есть, вот у капиталиста, который, или у товаропроизводителя, который внедрил какие-то ножества, стоимость будет индивидуальная, будет меньше. Он получит при продаже большую прибыль. У него будет избыточек. Да. А цены на рынки рыночные, такие усредненные. И до тех пор, пока все остальные не ведут такие же изменения или большие, он будет снимать эти сливки. Да. То же самое и для капиталиста на его предприятии в отношении цен производства. Да. Проходящийся на отдельный товар, понижение его цены, увеличение массы прибыли на увеличившееся общее число товаров, произведенных всем капиталом, обществом или же отдельным капиталистом. Это явление воспринимается так, будто капиталист по доброй воле получает меньшую прибыль с единиц товара, но компенсирует себя тем, что производит большее количество товаров. Такое понимание основывается на представлении о прибыли, как о прибыли от отчуждения. А это представление, в свою очередь, взятое из воззрений купеческого капитала. Ранее, в четвертом и седьмом отделах первой книги капитала мы видели, что масса товаров, возрастающая вместе с производительной силой труда и удешевление отдельного товара, поскольку эти товары не влияют определяющим образом на цену рабочей силы, сами по себе, несмотря на понижение цены, не изменяют отношение оплаченного и неоплаченного труда в отдельном товаре. Так как при конкуренции все представляется в ложном и извращенном виде, то отдельный капиталист может вообразить себе первое, что понижает цену, он понижает свою прибыль с единиц товара, но вместе с тем выручает большую прибыль вследствие увеличения массы товаров, которые он продает. Второе, что он устанавливает цену единиц товара и посредством умножения определяет цену всего продукта, тогда как первоначальный процесс – это процесс деления. Смотри, Капитал, книга 1, глава 10. Умножение же оказывается правильным лишь как второй этап, предполагающий предварительно такое деление. Вульгарный экономист в действительности только и делает, что переводит своеобразные представления капиталистов, захваченных конкуренцией, на якобы более теоретически обобщающий язык и вымучивает обоснование правильности этих представлений. В действительности понижения цен товаров и увеличения массы прибыли на увеличивающуюся массу удешевленных товаров есть только другое выражение закона понижения нормы прибыли при одновременном увеличении ее массы. Капиталист, применяющий усовершенствованные, но еще не получившие всеобщего распространения методы производства, продает по цене ниже рыночной, но выше его индивидуальной цены производства. Таким образом, норма прибыли повышается для него до тех пор, пока ее не уравняет конкуренция. Пока продолжается этот период выравнивания, происходит и другой процесс – рост капиталовложений. Смотря по степени этого роста, капиталист будет в состоянии предоставить работу при новых условиях части прежде занятых рабочих, быть может всем им или даже большему, чем прежде числу рабочих. Следовательно, будет в состоянии производить ту же самую или большую массу прибыли. Мы рассмотрели в этой главе закон тенденции нормы прибыли, средней прибыли к понижению, как таковой. Как таковой, то есть в чистом виде, без противодействующих факторов. И связан он с общественным прогрессом, с развитием производительности труда, с внедрением достижений научно-технического прогресса, что выражается в росте органического строения капитала, то есть увеличение его постоянной части по отношению к переменной. И это приводит к понижению средней нормы прибыли. Да, и совсем не надо считать, что это делают капиталисты из человеколюбия. Это не так. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, товарищи. До свидания.